Масштабные учения по пожарной безопасности организовали в районе Шалакына. По сценарию недалеко от села Мирген произошел природный пожар. Горит 25 гектаров площади. На место прибыли бригады пожарных, медиков и полицейских. Всего 12 служб гражданской защиты и обороны. Природных возгораний в этом году в районе Шалакына не наблюдалось, но профилактика прежде всего, говорят ЧСники. Условные учения двухдневные задействовали 120 человек личного состава и 40 единиц техники. В программе отработка действий спасателей в различных чрезвычайных ситуациях. В период данных учений было отработано порядка семи водных. Это организация палаточного лагеря, эвакуация населения, в том числе организация их обогрева. Далее проведение аварийно-спасательных работ при возникновении пожара в лесостепной зоне. Также одно из водных было тушение жилого массива, восстановление линий электропередач, эвакуация населения, а также эвакуация сельхозживотных и размещение их в соответствующих установленных местах. Данные учения у нас проводятся на основании плана основных мероприятий гражданской обороны области, который ежегодно утверждается Акимом. То есть на территории Шалакына данные учения проведены в этом году, следующее учение по данной тематике будет через три года. С начала текущего года в районе Шалакына произошло 12 пожаров. В селе Куприяновке в огне погибла женщина. В целом, отмечают в районе, статистика пожаров уменьшилась. В 2023 году их было почти 30. На территории района у нас имеется одно противопожарное подразделение, штатной численностью 23 человека, три основные автоцистерны у нас, одна вспомогательная и один автомобиль вахтовка. В отделе по чересчайным ситуациям штатная численность 5, сейчас идет четвертый класс пожарной опасности на территории нашей области. Спасатели настоятельно просят население соблюдать правила пожарной безопасности. Более внимательными быть в период отопительного сезона, который уже начался. В ноябре аналогичные учения пройдут в Таиншинском районе. Только отрабатывать уже будут чрезвычайные ситуации зимнего периода. КИС-2024. Александра Рудина, Вадим Мударисов, МТРК.